3. В настоящее время признают, что мы можем войти в сношение с различными силами природы только посредством вибрационных движений, распространяющихся в промежуточных серединах с большей или меньшей быстротой в зависимости от природы этих середин. 4. Предполагая, что молекула вибрирует в однородной среде, напряженность передаточных вибраций уменьшается по мере того, как расстояние от центра потрясения увеличивается, в то же время может случиться, что вибрационные движения одной природы, но различных периодов и направлений увеличиваются или уменьшаются, чтобы пройти максимум или минимум, следуя расстояниям по возможности равным, пока вибрации совершенно не затихнут. 5. Этот феномен известен в оптике под именем интерференции. Его же мы находим в наблюдениях, рассказанных в предыдущем параграфе. 6. Наиболее простая и правдоподобная гипотеза та, что максимум и минимум чувствительности принадлежит интерференции вибрации, произведенной ритмическими движениями сердца и дыхания, распространяющимися в воздухе с одинаковой быстротой нормально по всей поверхности кожи, но с разными периодами. 7. Опыт показал, действительно, что если изменять ритм дыхания, положение чувствительных поясов перемещается в пространстве. 8. Впрочем, известно, какую значительную роль играет дыхание у индийских йогов в их самогипнотизировании. 9. До крайности малы амплитуды молекулярных вибраций, количество движений, ощущаемые нашими чувствами, определяются сначала временем, которое употребляет вибрирующая молекула, чтобы вернуться в первоначальное положение своего вибрационного периода, потом быстротой передачи этого движения в передаточной середине. 10. Второй элемент определяется с большей или меньшей легкостью прямыми способами, но первый определяется только искусственно, обыкновенно на основании феномена отражения слабо обоснованного. 11. Итак, я пришел к исследованию тел, которые могут отражать хорошо выработанную радиацию или позволяют ей проходить через себя, и установил следующее. 1. Почти все тела пропускают радиацию, которую я буду называть «адической», как Рейхенбах, который занялся этим первым. Эти лучи отражаются, следуя по аналогии известным законам. 2. Большая часть металлов, особенно золото, серебро и ртуть, так же, как и соли, вообще производят на субъекта живое впечатление ожога, когда они помещены магнетизером в чувствительный слой. Действие ожога, названного «золотым», было уже сообщено при других условиях господами Бурю и Бюро, морскими докторами в Рашфоре. 3. Полный стакан воды бросает сзади себя адическую тень, поглощая при переносе его к оду, как поглотил бы теплоту, если бы он был оставлен перед топкой печи. 4. Иначе говоря, если заставить пройти через воду, через чувствительный слой, эта вода становится совершенно чувствительной, и слои, которые могут находиться сзади нее, отчасти исчезнут. 5. Более того, когда вода насыщена достаточно, она испускает по свободной поверхности пар одинаково чувствительный. 6. Растения, животные и даже бездушные твердые тела могут покрываться паром таким же образом, но благоприятствующая чувствительность является особенно в текущем теле и в органическом начале тела. 5. Если такой чувствующий предмет унести на несколько метров от слоев, которые окружают субъекта, этот последний продолжает чувствовать действия, которые производит магнетизер над предметом. 6. Но действие уменьшается и совершенно пропадает, когда расстояние делается слишком велико или между ними протекает сильное воздушное течение. 6. Передача ощущения чувствующего предмета субъекту может устаивать при таких же условиях, но мало-помалу ослабевая через несколько часов даже после пробуждения субъекта. 7. А. Д. Роша Параграф 3. Прогрессивная экстериоризация. Глубокие состояния. 7. Чтобы хорошо указать непрерывный ход этих различных состояний, мы сейчас же позаимствуем несколько следующих страниц из впечатлений одного замагнетизированного. 23. Июля 1893 года. «Я разбужен». «Господин Д. Роша делает пассы вдоль моей левой руки. Я чувствую, как моя рука мало-помалу не меет. 24. Вижу, что господин Д. Роша ущипнул кожу моей руки так сильно, что след его ногтей остался на ее поверхности, но в то же время я не испытываю никакой боли. 25. Тогда господин Д. Роша постепенно удаляет свою руку от моей, сжимая несколько раз ноготь большого пальца с указательным, как будто для того, чтобы ущипнуть. 26. На известном расстоянии я внезапно испытываю на обратной стороне своей руки щипок довольно сильный, и рука господина Д. Роша продолжает удаляться. 27. Ей нужно пройти новое расстояние, гораздо большее, чем первое, чтобы я почувствовал второй щипок, хотя значительно слабее, чем первый. 28. Господин Д. Роша отошел еще дальше. На расстоянии еще большем щипок в пустоте отразился снова на моей руке, но более слабо. 29. Затем гораздо дальше я испытываю только неопределенное легкое прикосновение, за этим решительно ничего. 30. Несколько раз повторенный этот опыт позволил мне заключить, что чувствительные слои формируют вокруг магнетизированных частей тела, и что первый слой отдален от кожи только на расстояние наполовину меньшее, чем расстояние, которое отделяют другие слои. 31. Что я испытываю вышеупомянутые ощущения, когда рука господина Д. Роша касается одного из слоев А, В, С и так далее, это безусловно. 32. Но какую роль играет здесь внушение? Я думаю, что очень большую. 33. Действительно, теперь я закрываю глаза между тем, как господин Д. Роша проходит, щипая пустой воздух, расстояние между моей кожей и чувствительным слоем с наиболее удаленным, чистосердечно признаюсь, что я воображаю впечатление раньше, чем испытываю его. 34. Оно предположено, но неиспытано. Тогда, когда я вновь открываю глаза, оно становится совершенно сознательным, более слабое в С, чем в В, и в В, чем в А, как я это указал выше. Наблюдатель может подумать, что я плутую. 35. Субъект, скажет он, должен одинаково чувствовать, видя или нет, руку магнетизера, щипающего воздух тогда, когда эта рука проходит А, В, С. И вот именно это не так. 36. Нужно отдавать себе отчет относительно пространства, где находится рука гипнотизера, чтобы реагировать на возбуждение, порожденное в ложном токе, которое бы я хотел видеть, чтобы поверить этому. 37. В действительности ничего не чувствуешь, когда закроешь глаза, ощущения вымышляются. 38. Наблюдатель, по моему мнению, имеет основание утверждать, что я должен одинаково ощущать как с закрытыми глазами, так и с открытыми. 39. Причину этой неправильности, вероятно, надо искать во внушении. 40. Но действительное ощущение наблюдатель несправедливо отрицал бы. 41. Я совершенно искренен. Причину этих феноменов следует отыскивать в чистом внушении или в экстериоризированном флюиде, или, наиболее вероятно, в обоих сразу. 41. Ощущение испытывается. Совершенно реально. И я реагирую без притворства. 42. По-моему, правдоподобное толкование заключается в том, что на коже степень чувствительности изменяется со степенью влияния. 42. Наблюдая место, которое щиплют, субъект конденсирует в нем громадное количество флюидов, который и распространяет отсюда значительное ощущение. 43. Всем известно, что когда врач приготавливается сделать укол больному и желает уменьшить боль, он советует ему не смотреть на место будущего укола. 44. Антуан Даруша. 45. Господин Даруша усыпляет меня. 45. Я погружаюсь в сон доверчиво, без боязни, как в первый день. 45. Те же опыты, возобновленные, дали одинаковый результат с вышеуказанным. 46. Мои сегодняшние наблюдения укрепили меня в моем предположении относительно постоянной связи между моими слуховыми и зрительными способностями под влиянием внушения как в состоянии нормальном. 47. Это произошло совершенно иначе. 48. Подумайте о ком-нибудь, говорит мне господин Даруша, и то лицо, о котором вы подумаете, вы увидите сидящим в кресле справа от вас. 49. Ничего не говоря, я подумал о сестре. Поворачиваюсь и издаю «ах!» Я действительно вижу свою сестру в указанном месте. 50. В течение некоторого времени я смотрю на нее. Она не шевелится. Затем на секунду я отвел глаза, и когда снова бросил взгляд на кресло, где она мне показалась, видение уже исчезло, и нужно было новое приказание господина Даруша, чтобы она снова явилась мне. 51. В продолжении перехода от осна к состоянию бодрствования я не испытываю никакого особенного ощущения, или, по крайней мере, оно не настолько неопределенно, что я не могу его описать. 25. Июля 1893 года. Господин Даруша усыпляет меня и говорит, — Сзади вас на столе стоит букет роз. Подойдите и троньте его. Я иду к туалетному столику без колебания. Действительно, на нем букет, который я вынимаю из вазы с водой. Я хочу понюхать цветы, но они не имеют никакого запаха. 26. Потрите крепко лоб, — говорит мне господин Даруша. Я исполнил, и букет исчез тотчас же. 27. Галлюцинация таким образом исполняется точно с данным внушением. Смотрите и троньте. Но мне не было сказано обонять. Я все время сплю. 28. Господин Даруша возобновляет позавчерашние опыты экстериоризации чувствительного флюида. 29. Я трогаю предмет и не чувствую его. Ощущение прикосновения существует тогда только, если предмет помещен на расстоянии по мере законов отдаления, замеченных позавчера на руке, когда она была замагнетизирована. 30. Но не только одно ощущение контакта я могу теперь испытывать по этим законам. 31. Господин Даруша берет закупоренный флакон и проводит им около моего носа, прямо против ноздрей. Я абсолютно ничего не чувствую. Тогда он удаляет флакон. 31. Как только последний находится на известном расстоянии, на первом чувствительном слое А, я узнаю запах тимьяна. Когда флакон помещают между первым слоем А и вторым В, я не чувствую ничего. 32. Я ощущаю снова в В, затем ничего между В и С, затем снова, но более слабо в С, далее я ничего не могу больше различить. 33. Расстояние между А и В, В и С почти равны между собой, и вдвое более расстояние между моей кожей и первым чувствительным слоем А. 34. Я вижу, как господин Даруша берет маленькую фигурку, вылепленную из красного воска. Он ее держит один момент неподвижно в слое А. Я очень хорошо ощущаю предмет отсюда. Он удаляет ее в слой С и укалывает фигурку булавкой. 34. Я не чувствую ничего. Ах, ах, вас нельзя заколдовать, говорит господин Даруша. По всей вероятности, ваш флюид не распространяется в воск, но, может быть, мне удастся с водой. 35. Господин Даруша долго держит стакан с водой. В слое А. 36. Я постепенно чувствую контакт предмета, но если бы я не смотрел, мне было бы невозможно назвать природу и форму этого предмета. 37. Затем господин Даруша удаляет стакан, погружает палец в воду, колеблет ее. Все время ничего. 38. Попробую с железом. Около слоя А господин Даруша помещает связку ключей, держа ее на своей открытой ладони. 39. Новое ощущение контакта и на этот раз необъяснимое чувство тягости, может, от поглощения флюида чужим телом. 39. Я жалуюсь на болезненный контакт. Господин Даруша, удаляясь, уменьшает его, сжимая ключ в руке. 39. Я бросаюсь с яростью и упорствую несколько минут в своем бесновании, как если бы я боялся, что у меня вырвут какой-нибудь член, отнимут часть моей жизни. 40. Чтобы прекратить такое состояние экзальтации, господин Даруша будит меня. 40. Вы можете сделаться после нескольких сеансов ценным субъектом, — говорит он мне, смеясь, — но возвратите мне мои ключи. Нужно мне было их брать. 16 октября 1893 года. Я прогрессирую медленно. После только что описанного сеанса были проведены еще другие, постоянно те же неизменные феномены. Они происходят только быстрее в своем неизменяемом непрерывном мряде. В то же время после двух дней господин Даруша довел меня до того состояния, которое он назвал третьим состоянием гипноза. Таблица, помещенная ниже, заимствована из моей книги «Экстериоризация чувствительности» и ясно указывает, как я отличаю различные состояния гипноза. Вторая литургия, через которую нужно пройти, чтобы достигнуть третьего состояния гипноза, продолжается гораздо дольше, нежели первая. В этом состоянии бесчувственность такова, что я могу трогать горящую головню, не отдергивая руки. Для доказательства этого я предлагаю вещественный довод в конце своего указательного пальца, немного поврежденного. Особенное отличие третьего состояния от второго в том, что в нем предметы видны не так ясно, как в сомнамбулизме. Все перепутано. Господин Даруша спрашивает меня, слышу ли я стук маятника. Слабо, отвечаю я. Вообще я вижу ясно только господина Даруша. Внушаемость существует. Смотрите направо от вас. На камин, говорит мне господин Даруша. Там находится букет. В самом деле я вижу букет, который переходит в подсвечник, если я уничтожаю внушение, потеряв себе лоб. Нужно заметить, что внушенный букет казался мне совершенно ясным, тогда как подсвечник, как и все остальные действительные предметы, казался покрытым густым туманом. Вот другое внушение. Вообразите, что я господин М.Х. Господин Даруша назвал чиновника, знакомого нам обоим. Эта фраза, сказанная обыкновенным тоном, недостаточно для внушения. Будем продолжать, настаивает господин Даруша. Я господин М.Х. Образ господина М.Х. Проносится перед моими глазами, но не останавливается. Как только господин Даруша внезапно ударил меня по плечу, я тотчас же действительно увидел на его месте господина М.Х. Сидящего анфас от меня. Завязывается разговор. Иллюзии ничто не нарушает, так как господин Даруша, знакомый с манерами личности, которую я в нем вижу, дает подробные ответы на вопросы, которые предлагаются ему мною без разбора. В действительности, однако же, я неопределенно сознаю, что это иллюзия, и я говорю не с господином М.Х., только мне невозможно было прекратить разговор, как это я сделал бы, если бы это был господин М.Х. При пробуждении я был больше оглушен, чем обыкновенно, и с трудом избавился от необыкновенного беспокойства. Беспокойство о чем? Я ничего не знаю. Параграф 4. Экстериаризация чувствительности и колдовство. В начале состояние внешнее. Бодрствование, гипноз, первое состояние, легковерие, накожная бесчувственность и внушаемость. Первая литургия, гипноз, второе состояние, сомнамбулизм. Я понял. Здесь, в первой литургии, каталептическое состояние, которое казалось только фазой. Смотрите глубокие состояния гипноза. Параграфы 80 и 81. Последующее состояние глубокие. Гипноз, третье состояние, третья литургия, связи. Все чувства обусловливаются магнитом. Субъект видит внешнее истечение тела. Почти никакой внушаемости. Гипноз, четвертое состояние, четвертая литургия, приятный контакт. Субъект испытывает ощущение магнетизера, внушаемость исчезла. Гипноз, пятое состояние, пятая литургия, внутреннее зрение. Субъект не видит более внешнее истечение, он видит внутренние органы своего тела и других, когда касается рукой поверх этих тел. Гипноз, шестое состояние, шестая литургия. Симпатия на расстоянии. Субъект испытывает ощущение магнетизера, когда он не трогает его боли и даже находится на небольшом расстоянии. Если посмотреть предыдущую таблицу, то видно, что наиболее замечательная фаза из этих глубоких состояний, несомненно, та, в которой проявляется экстериоризация чувствительности. Это именно и служило исходной точкой для всяких наивностей романистов и репортеров, рассказывающих о колдовстве. Мы установили точное положение проблемы в предыдущем труде, и не вернемся еще раз для личного объяснения по этому предмету. Но для наших читателей будет полезно найти резюме по возможности ясное в опытах господина Дороша по этому вопросу, столь важному, чтобы хорошо понять множество магических феноменов. Колдовство. Опыты господина Дороша из «Жюстиз» 2 августа 1892 года. Эти опыты были проведены вчера в присутствии двух докторов, членов Академии наук и одного известного математика. Господин Дороша пробовал разрушить чувствительность одного субъекта по фотографической пластинке. Первую из этих пластинок он привел в контакт с незаснувшим субъектом, полученная затем фотография не обнаружила никакой связи с ним. Вторая, соединенная наперед со спящим субъектом, слегка экстериоризированным дала едва заметный результат. Третья, наконец, которая прежде чем была помещена в фотографическую камеру, была сильно заряжена чувствительностью спящего субъекта, дала изображение, которое содержало замечательные особенности. Каждый раз, как экспериментатор трогал изображение, субъект чувствовал прикосновение. Наконец, он взял иглу и расцарапал два раза плеву пластинки на месте, где обозначалась рука субъекта. В этот момент субъект упал в обморок от напряжения. Когда он был приведен в чувство, установили, что на его руке выступили две красные полосы под эпидермой, соответствующие царапинам фотографической плевы. Господин Дароша реализовал здесь таким образом по возможности полно колдовство древних. В области столь таинственной такими фактами мы желаем удовольствоваться только ролью искреннего повествователя. Здесь дело идет о том, чтобы верить или не верить. Мы говорили то, что видели. Вот и все. Колдовство посредством фотографии Пластинка, покрытая бромистым желатином, и фотографический аппарат позволили мне легко произвести опыт, который удался совершенно только тогда, когда я покрыл пластинку чувствительностью субъекта раньше, чем поместил ее в аппарат. Приготовив все, что сказано, я получил такой портрет, что если магнетизер трогал какую-нибудь точку фигуры или руку на броможелатиненном слое, субъект испытывал впечатление в соответствующем фотографии месте и не только непосредственно после сеанса, но и еще три дня спустя, если портрет был закреплен и установлен около субъекта. Этот последний, казалось, ничего не чувствовал во время фиксации пластинки, произведенной вдали от него, и также ровно ничего не испытывал, когда трогали вместо бромистого желатина стекло оборотной стороны. Желая продолжить опыт как можно дальше и, пользуясь присутствием врача, я быстро уколол, не предупреждая, два раза длинной шпилькой на пластинке правую руку госпожи Де Эль, которая вскрикнула от боли и на мгновение потеряла сознание. Когда она пришла в себя, мы заметили снизу ее руки две красные подкожные полосы, которые она не имела сначала и которые точно соответствовали двум царапинам, слегка проведенной моей иглой на желатиновом слое. Вот явления, которые произошли 2 августа, не в присутствии членов Академии наук и медицинской, как это было сказано, но перед тремя чиновниками школы. Справедливо, что они могут быть академиками позже, но теперь еще нет. Они совершенно случайно сошлись в моем кабинете после того, как отдали отчет казначею. Я отправился в этот вечер в Гренобль и не смог возобновить опыт, но убежден, что снова смогу достигнуть точной локализации чувств. После моего возвращения из Гренобля я разыскал госпожу Эль и мог возобновить опыт с фотографией, который удался без всякого сомнения, следуя методу, хорошо указанному 2 августа. Когда карточка была готова, я сделал с помощью иглы легкий разрез на месте скрещения рук на груди. Субъект заплакал, упал в обморок, и 2 или 3 минуты спустя показался стигмат, который постепенно развился на наших глазах на оборотной стороне одной из его рук, вполне соответствуя разрезу. Впрочем, клише было чувствительно только к моим прикосновениям. 9 октября была сделана попытка над листом бумаги, и я убедился, что она имела беспорядочную чувствительность. Иначе говоря, субъект воспринимал общие впечатления, приятные и неприятные, следуя тому, как я трогал бумагу, без малейшей возможности локализовать их. Спустя два дня вся чувствительность совершенно исчезла как для клише, так и для бумаги. Доктор Ли рассказал мне, что во время моего отсутствия он пытался произвести вышеупомянутый феномен и достиг передачи ощущений на расстоянии 35 метров через несколько минут после начала сеанса. Наконец, мне только что сообщили выдержку из одной статьи, появившейся в Брюсселе 12 октября в журнале «Парий Брюссель» за подписью «Арсак». Мы видели повторение опыта с чувствительной фотографической пластинкой. Указанные феномены проявлялись всякий раз, когда удары иглой проводил экспериментатор, погрузивший субъекта в сон. В отсутствие гипнотизера можно было девять раз из десяти уколоть портрет без того, чтобы загипнотизированный почувствовал какую-нибудь боль. Субъект никогда не испытывал ни малейшей боли, когда клише указывалось лицом, абсолютно не знавшим цели опыта. Итак, мы склонны заключить, что то, что принимают за феномен колдовства, является только феноменом внушения. Колдовство возможно, но мгновенно его можно произвести только при вполне определенных условиях. Из опытов господина Д'Ароша нужно заметить, что экстериоризация чувствительности является установленным фактом. Наблюдения господина Д'Арсака относительно необходимости связи подкрепляют мои, но они совершенно не доказывают, что здесь феномен внушения или, говоря точнее, передачи мысли. Я всегда, не глядя, указывал местоположение рук, и субъект тем более не знал, где произойдет разрез, который отразится под его эпидермой. Я никогда не мог, впрочем, как говорил уже в начале статьи, произвести с госпожой Эль феномен передачи мысли. Допустимо только самовнушение, только оно может влиять на образование стигмата вследствие воображения о месте, где пациент испытал боль. Париж, 15 октября 1894 года. А. Д'Ароша Астральная рана Апрельский номер 1893 года «Инисиасион» сообщает наблюдение господина Густава Бужано над смертельной раной, нанесенной, как предполагалось, ударом сабли астральному телу одной колдуньи. Этот случай удивительно похож на событие, которое произошло в 1894 году в священническом доме в Сидивилле, и которое было сообщено со слов господина де Мервилля господином Фижье. Истори де Мервилею, том 4, страница 261. Я сам несколько дней назад произвел следующий опыт. Один из моих друзей, на несколько лет моложе меня, очень образованный и занимающий большое положение в свете, представляет значительный обращик феномена экстериоризации чувствительности, которая проявляется у него даже в состоянии бодрствования при простом контакте с моей стороны. Господин Икс, заинтересованный моими исследованиями, захотел подвергнуться им, и я его неоднократно магнетизировал, углубляя каждый раз состояние гипноза с той стадии, на которой остановился в предыдущий раз. В четвертом нашем сеансе он мне заявил, что покидает свое материальное тело, которое видит инертным, он высказал отвращение к тому, что назвал своим лохмотьем. При шестом сеансе он не только освободился от тела и увидел его, но еще в стороне, на расстоянии почти одного метра, заметил появившееся светящееся облако, в котором признал свой силуэт. В это время я установил, что лучи испускания его материального тела не заключало более чувствительности, исключая места между этим телом и астральным, где оно дошло до своего максимума и совершенно было локализовано. С другой стороны, материальное тело было бесчувственно, светящееся же астральное чувствительным, и появились лучи, менее чувствующие и недостаточно светящиеся, чтобы быть замеченными субъектом, которые связывали астральное тело с материальным, говорящим со мной. С этого момента я продолжал над этим астральным телом опыты, о которых еще не время говорить. Но вот что произошло 28 апреля 1892 года. Я попросил господина Икс изменить местонахождение его астрального тела. Он не мог этого достигнуть, но мог протягивать свою астральную руку и вкладывать ее в мою, при этом он чувствовал мое пожатие и удивлялся, что я не испытываю его в свою очередь. Тогда я ему сказал, чтобы он надавил концом безымянного пальца правой астральной руки на большую иголку, которую я держал до тех пор, пока не почувствует укола. Он исполнил это, почувствовав укол, и я перешел к другим исследованиям. Десять минут спустя господин Икс, совершенно разбуженный и по обыкновению, ничего не помня о том, что произошло во время сна, разговаривал о совершенно посторонних вещах с некоторыми из членов моего семейства, как вдруг снял перчатку со своей правой руки, на которой она была надета, и внимательно осмотрел конец безымянного пальца. Я его спросил, в чем дело. Он мне ответил, что почувствовал что-то вроде укола, затем, сжав ногтем большого пальца заболевшее место, он выдавил несколько капель крови точно оттуда, где был укол иголкой. Я ему объяснил, что это такое, и он стал осматривать перчатку, не проколота ли она, но, естественно, ничего не увидел. Относительно этого опыта мы расскажем аналогичный, который произвели в госпитале Шарите. Один из наших субъектов, Маргарита, жестоко страдала от нарыва во рту. Приведя субъекта в глубокое состояние гипноза и проэкстериоризировав чувствительность, мы нанесли удар в пустоте лекарским ножом там, где, по нашему предположению, находился первый слой экстериоризированной чувствительности. Пять минут спустя субъект был разбужен, ничего не помня о том, что произошло, как внезапно, когда Маргарита возвращалась по лестнице в зал, нарыв открылся, и так как он еще не был совершенно сформирован, потекла кровь. На следующий день нарыв был вылечен. В явлениях этого рода самое интересное время, которое проходит между действием в астрале и реакцией в физическом теле. Как можно это видеть, нужно несколько минут между двумя действиями в случае раны. Попюс. Опыт совершенно ясен. В нем не может быть никакого сомнения. Можно предположить, что выступление крови принадлежит самовнушению господина Икс, который предполагал, что он укололся. Даже в этом состоянии гипноза феномен очень выдающийся, потому что здесь был не подкожный стигмат вследствие циркуляции крови, но действительно повреждение кожи. Другой опыт, произведенный за два дня, показал, что внушения недостаточно для полного объяснения, и в известных случаях есть действительные ощущения, переданные лучеиспусканием. 26 апреля я возвратился к господину Нодару с госпожою О, чтобы произвести различные исследования, относящиеся к сосредоточению чувствительности на фотографической пластинке. Госпожа О, как и господин Икс, проявила феномен экстериоризации в состоянии бодрствования при простом контакте. Я предоставил господину Нодару опубликовать в его ревю феномены, свидетелем которых он был. Я же удовольствуюсь ссылкой на следующее. Первое. В то время, как чувствительную пластинку проявляли в темной лаборатории нижнего этажа, субъект выказывал сильное беспокойство. Затем оказалось, что пластинка случайно разбилась. Второе. Чувствительный портрет госпожи О был установлен напротив другой пластинки, перед которой я поместил мою руку на несколько мгновений. В тот же момент субъект, который был в нескольких метрах отсюда, отделенный экраном и не знавший, что сейчас будет произведен опыт, и разговаривавший с господином Нодаром, и со мной уснул. Я прошел за экран и разбудил госпожу О Дунов на ее фотографию. Опыт был повторен без ведома госпожи О, которая не помнила, что она спала. Он имел тот же успех. Тогда мы все рассказали ей, она очень трудно поддавалась внушению. Даже в состоянии гипноза не хотела этому верить и предложила нам исследовать феномен теперь, когда она была предупреждена. Мой помощник снова приблизился, в этот раз перед ее глазами, к двум пластинкам. Госпожа О сопротивлялась около минуты, затем погрузилась в сон. Париж, 29 апреля. 1893 года. Альберт де Роша. Параграф пятый. Магическое объяснение колдовства. Все авторы, посвященные в магические традиции, знают возможность действия на астральное тело индивидуума или на месте или на расстоянии. Достаточно обратиться к нашему параграфу о психургии, чтобы увидеть параметры этого действия. Парацельс часто употреблял этот способ для излечения тяжелых болезней и хронических аффектаций. Элифас Леви много рассуждает о колдовстве и его опасностях. Несчастный, который старается вредить своему ближнему таким низким образом, почти, наверное, не осуществит свои гнусные попытки. Более того, невзирая на это, он подчиняется опасности подвергнуться закону обратного тока. Поэтому всякий преступный опыт обращается при возвращении против создавшего его, который испытывает все томления, которые бы он хотел заставить испытать свою жертву. Чтобы избежать этой ужасной реакции, нужно, чтобы колдун нашел возможность непосредственно вступить в контакт со своей жертвой, взяв ее за руку или вступить каким-нибудь образом в общение с ней. Если жертва избежит этого контакта, колдун подчиняется страданию на такое же время, сколько он этого желал объекту своей ненависти. Вот несколько явлений, характерных с этой точки зрения. Защита против колдовства. Выдержка из корреспонденции господина Жержуа. Инисиасион, август 1895 года. Я прочел вашу брошюру «Можно ли заколдовать?». По этому поводу посылаю вам рассказы двух явлений, которые были изучены в эзотерическом кружке «Люкс». Один француз, плотник, живущий в Буэнос-Айресе, приписывал затруднения, которые каждый раз парализовывали его намерения, нанятому им работнику. Доказательства этого предположения заключались в том, что его несчастья начались со времени прибытия этого работника в его дом, что работник имел дурной глаз, никогда не был ничем доволен, что несколько раз хозяин слышал, как тот бормотал непонятные слова, и, наконец, он имел обыкновение выходить последним из дома, в котором под тем или другим предлогом оставался один по возможности чаще. Плотник не осмеливался его рассчитать, боясь его разгневать. Такая пытка для него продолжалась уже несколько месяцев, когда благодаря одному из членов нашего спиритического кружка он узнал, что мы изучаем эти вопросы. Я отметил в нем энергетическую волю, хотя и потрясенную опасностью перед неизвестным, и решил воспользоваться ею, чтобы тотчас же отдать себе отчет, действительно ли другой был колдуном. Я ему приказал не бояться возвратиться домой, не избегать взгляда своего работника, как это он постоянно делал, но наоборот, фиксировать его, делать все это спокойно, желая помешать вредить ему, и, когда взгляды скрестятся, сжать кулаки, заключая большие пальцы вовнутрь. По его глазам я увидел, что он сомневается в действительности этого средства. Говоря мне, ах, значит, вы не такой колдун, как он, он, наверное, использует чары, его поколебленная воля, уменьшенная еще сомнением, наверное, ничего бы не сделала. Тогда я ему предложил могущественный талисман, с которым, если он исполнит, что я ему сказал, и будет носить его на себе, мы, наверное, окажемся сильнее колдуна. Этот пресловутый талисман был просто куском пергамента, на который я наложил печать мартинистов без какого бы то ни было волевого акта. Спросив, сколько времени нужно для посвящения талисмана, он заключил, что в следующую пятницу начнет попытку, не смея до тех пор быть в обществе своего рабочего, пока не будет покровительствуем талисманом. Я увидел, что его воля окрепла и что могу надеяться на успех. Действительно, он вернулся домой и поместился напротив подозреваемого с помощью советов, которые я ему рекомендовал, а главное, благодаря своей вере в талисман он его фиксировал, желая защититься против дурного влияния. Ток был ужасен. Работник начал колебаться, запинаться, затем, обливаясь горючими слезами, упал на колени и начал просить прощения у своего хозяина, который, благодаря своей вере в талисман, сделался сильным и милостивым и позволил уйти, ничего ему не говоря. На следующий день работник не показывался. Я очень жалел, так как мне было любопытно узнать, где он научился практической черной магии. Мало-помалу дела плотника вернулись в нормальное состояние, и он перестал вспоминать о работнике. Второй случай. Астральные раны. Этот случай, который кажется таким странным во многом, я узнал опять-таки от одного из членов названного выше общества. У одного маленького земледельца постоянно появлялись животные, которые уничтожали у него цветы и приводили все в беспорядок. В своем доме он повсюду встречал громадного худого кота. Не понимая, каким образом могло сюда попасть это ужасное создание, в то время, когда он менее всего думал о нем, этот кот появился у него в комнате и исчез при закрытых дверях и окнах. Он посоветовался с аспиритами, которые в этом, как всегда, видели духов, медиумы в трансе советовали молитвы и так далее, ничего не помогало. Это приключение было рассказано в кружке аспиритов, примыкающем к эзотерической школе, которая и послала меня к угнетенному, уставшему напрасно взывать к добрым духам. Естественно, я спросил его про жизнь, связи, ненависть, которую бы к нему могли иметь и так далее. Он не видел ничего, чем можно было бы мотивировать мщение умершего или воплотившегося. Он сделал с аспиритом, наконец, после немногих расспросов, он мне рассказал, что один мулат, близкий сосед, имевший собственный дом, несколько раз предлагал ему купить этот дом и после неоднократных отказов исполнить это, угрожал, что принудит его к покупке. Здесь, как в древних колониях, без сомнения, вследствие страданий древнего рабства, все негры немного колдуны. Я не сомневался, что только желание иметь денежную собственность толкнуло его применить на практике свое магическое знание. Я знал также, что у колдунов, столь стремительных в своем желании сделать зло, астрал бессознательно выделяется во время сна, повинуясь привычке. В этом я убедился благодаря жертве, так как, если поздней ночью он видел кота, этот последний исчезал менее стремительно и, казалось, действовал с меньшими предосторожностями, чем днем. Очевидно, астрал меньше повиновался воле, исходящее от спящего колдуна. Тогда я решил дать ему наставление, и вот какое. Почти в течение десяти дней я приучал этого несчастного хотеть, чтобы его кот не появлялся больше. Это для того, чтобы иметь возможность, по крайней мере, хоть на некоторое время заставить астрал колдуна во время его сна повиноваться его воле, чтобы больше уверить его в действенности употребленных средств для защиты от своего беспокойного соседа, а за несколько дней до этого магически срезал крепкую бамбуковую палку около двух с половиной метров, употребляя для этой церемонии новый нож и производя все это ровно в полночь. Вопреки всему этому внушительному приготовлению, мой пациент колебался еще. Я видел, что он еще хотел чего-то, но чего? Наконец, побужденный расспросами, он попросил у меня талисман. Он знал случай с плотником, смотрите выше. Тогда, совершенно успокоенный и достаточно уверенный в покровительстве, он все приготовил для беспощадной борьбы с магическим котом. В известный момент, когда его воля была достаточно укреплена, я посоветовал пойти вечером по возможности поздно к мулату. Он занимался мелочной торговлей, чтобы вызвать в нем своим приходом перед сном сильное чувство ненависти. Он исполнил мой совет, мулат еще раз предложил ему купить свой дом и после отказа снова угрожал ему. Отправляясь к колдуну, он окурил весь свой дом благовонием. Так как он был убежденным спиритом, я ему посоветовал помолиться добрым духом. Он должен был тотчас же при появлении кота взять в руку восковую свечу, зажженную заранее, и вооружившись волшебной палкой, принудить кота повиноваться своей воле, зачаровав его обещанием купить дом, чтобы усыпить его осторожность. Когда он будет достаточно силен, он должен нанести коту сколько сможет ударов, не выпуская из руки, однако свечи, полезной только, чтобы нейтрализовать ее, так как благодаря гневу или успеху он кончил бы тем, что убил кота. Результат оправдал мои надежды. Астрал появился почти бессознательно. Дальше все произошло, как я указал. На следующий день мой пациент, удовлетворенный, пришел рассказать мне об этом, сожалея, что нужно было держать в руке свечу, так как это помешало ему покончить с котом. Он еще ничего не знал о состоянии мулата. Не сомневаясь, однако, я это от него скрыл, что, ударяя кота, он наносил удары колдуну. Я его уверял, что, если это было, как я предполагал, мулат, игравший эту плохую игру, должен был быть очень больным и раненым. Он не мог мне поверить. Я отправился вместе с ним к мулату под предлогом узнать о здоровье своего соседа. Мы вошли в лавку. Каково же было его удивление, когда он услышал, что мулат очень болен, очень сильно ранен и контужен. Пожелав увидеть его, мы нашли его забинтованным компрессами в очень жалком состоянии. При нашем появлении, которого он не ждал, он начал дрожать и умолять, оставить его в покое, обещал не делать больше зла. Он сдержал слово, по крайней мере, относительно своего соседа. Вы должны заметить, что в обоих случаях воли развитой или препятствиями, или особенно верою, достаточно для доминирования над колдовством и колдунами, чтобы заставить их потерять свою власть. Примите и прочее. Жержуа ДЖЕ. После этого мы лично имели случай уничтожить колдовство, создавшее нечистый дом. Смотрите «Нечистый дом Валенсов в Бри» господина Папюса. Глава 4. Магия и спиритизм. Параграф 1. Выделение астрального тела и физические феномены спиритизма. Прежде чем идти дальше, повторим вкратце то, что прошли до сих пор. Определив в человеческом организме существование особенного тела, мы искали не столько в преданиях, сколько в исследованиях современных ученых и в многочисленных недавних фактах доказательства существования этого принципа. Гипнотизм и внушение показали нам реакции этого принципа на тело посредством стигматов, на разум посредством идеальных образов и импульсивных действий. Учение магнетизма и глубоких состояний гипноза привело нас к замечательному открытию, что этот принцип действует не только в пределах организма, но еще что он экстериоризируется, и мы шаг за шагом проследили экстериоризацию чувствительности, что и привело нас к вопросу о колдовстве и к реакциям психической силы или астральной эманации, которые мы встретили, доказывая явление угрызения совести и психургии. Теперь мы можем идти еще дальше и присутствовать при полной экстериоризации двойника человека. Для этого мы обратимся к новым еще опытам. Эти опыты составляют продолжение впечатлений замагнетизированного, извлечения из которых мы дали уже раньше. Фантомы живых из аналов психических знаний В майском и июньском номерах 1895 года аналов господин Лоран описал ощущения, которые он испытал до третьего состояния гипноза, и которые он помнил благодаря моему внушению. Когда я достиг определения у него состояний более глубоких, я констатировал, что внушение почти не имело более влияния. Здесь, впрочем, общий закон. Так что при пробуждении Лоран ничего больше не помнил, вопреки моим приказаниям, и не мог продолжать начатую работу. Этот труд я снова начну с того места, на котором он остановился. С четвертого состояния экстериоризированная чувствительность казалась сгруппировавшейся с двух сторон Лорана и образовала здесь как бы силовые линии при двух полюсах магнита. В седьмом состоянии она конденсируется в виде голубоватого светящегося облака на высоте его тела. Он его видел на расстоянии одного метра от тела, и я контролирую существование этого облака, потому что оно сделалось местом сосредоточения его чувствительности. Когда сон был углублен, он видит формирование другой колонны на той же высоте, на том же расстоянии, разной чувствительности, но красноватого оттенка. Наконец, в состоянии еще более глубоком, обе колонны соединились перед Лораном в один голубовато-красный фантом, в котором сосредоточилась вся чувствительность. Этот фантом приближался или удалялся, следуя его воле, хотя, естественно, стремился удалиться. Эта колонна светилась. Она проникала через стены и, казалось, освещала предметы, на которых останавливалась. Таким образом, Лоран мог, благодаря этому отсвету, замечать предметы, помещенные в соседней комнате, но не очень определенно. В этой статье я опишу единственно детали моих опытов, следуя их порядку, по моим заметкам изо дня в день. Читатель сможет таким образом проследить ряд событий и видеть, как они меня привели естественно и без преднамеренности идеи к гипотезе, которую я предложу позднее. Продолжение следует...